Школа жизни. Бездомие земное. Так называется первая часть сообщения под общим названием «Вы – мои провода с миром». Эпиграф. Может быть, кто-то спросит, легко ли идти приносящим истину? Конечно, каждому приносящему идти трудно, и никогда не может быть облегчен огненный путь его. Агни-йога. Параграф 167. В 1955 году, находясь еще в Харбине, Борис Николаевич Абрамов получил сообщение учителя. «Когда придет время принять поручение, явите полную готовность его выполнить. Не думайте получить его в приятности и для собственного удовольствия, и в розовых переживаниях. Поручение сурово, опасно и трудно необычайно». Возвратившись в 1959 году из Китая на родину, Борис Николаевич прожил еще 13 лет. Тяжелые условия, в которые попала семья Абрамовых сразу после приезда, длились на протяжении всех этих лет, со временем только усугубляясь. Но никакие жизненные обстоятельства не смогли прервать его контакт с Учителем Света. Пришло время, и бесценные записи этих собеседований стали доступны всем. Ровно два десятилетия назад вышел в свет первый том «Грани Агни-йоги», а сегодня мы имеем уже 20 книг с записями, сделанными Абрамовым с 1953 по 1972 год. То, что учения живой этики и «Грани Агни-йоги» связаны между собой как причина и следствие, как солнце и его лучи, для нас бесспорно. Все годы, которые прожил Борис Николаевич на родине, между ним и его духовной ученицей Натальей Дмитриевной Спириной шла интенсивная переписка. Читая письма, адресованные ей, понимаешь, что Борис Николаевич доверял Наталье Дмитриевне абсолютно. И нет других документов, которые бы с такой полнотой раскрывали всю сложность последнего отрезка жизни посланника иерархии света, утонченного духа, которого ни одну прошлую жизнь готовили к работе по восприятию космических энергий, к подвигу принесения в мир знаний надземных. В письмах упоминается целый ряд лиц, известных в Рериховском движении, а также знакомых и друзей семьи Абрамовых. Со всем этим кругом Наталья Дмитриевна была знакома. Среди них художник-космист Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий и группа москвичей Теософов. Много бывших харбинцев, семья Кочауновых. Именно у них в Новосибирске сразу по приезде остановились Абрамовы. Зинаида Николаевна Чунихина, член Содружества, организованного в Харбине после приезда туда Николая Константиновича Рериха. Борис Андреевич Данилов, издатель «Грани огней йоги». Аркадий Подерин и его супруга Александра Сергеевна, от которой впоследствии Наталья Дмитриевна получила рисунок Бориса Николаевича-нарциссы. Альфред Петрович Хейдок, Николай Александрович Зубчинский, он же Уранов, и его жена Лидия Ивановна. Оба они в Харбине были учениками Абрамова. Подробнее об этом мы скажем во второй части сообщения. И другие лица. Возможно, когда-то, через много лет, письма Бориса Николаевича Абрамова будут опубликованы полностью, без купюр, с открытым обозначением всех упоминающихся в них имён. Но при таком явном многолюдии воин света стоял один, опираясь только на своё устремление в те сферы, где был его учитель, где находились его любимые гуру и боготворимая им матерь. Это очень хорошо понимала Наталья Дмитриевна, посвятившая Борису Николаевичу следующие строки. «Одинокое пламя под всеми ветрами горит, под грозой, под ударами волн озверевшего мира победно стоит. Ночь темна, но лампада пустыни во мраке бесстрашно горит». Переписывалась Наталья Дмитриевна и Нина Ивановна Абрамова, которая в связи с болезнью полностью находилась на попечении Бориса Николаевича. Она писала письма до тех пор, пока прибавившаяся ко всем недугам болезнь глаз не прервала этой возможности, после чего Борис Николаевич писал под её диктовку. Фрагменты из писем Нины Ивановны, которые мы тоже будем цитировать, позволяют полнее представить картину жизни Абрамовых и что приходилось им преодолевать. Перед нами параллельно проходят два плана жизни Бориса Николаевича – тяжелейший земной и духовный, над которым были невластны никакие земные испытания. Его письма дают возможность видеть пример несгибаемой стойкости духа при прохождении им земной юдоли. Об этом и пойдёт речь в первой части нашего сообщения. Перелистаем некоторые страницы писем. На юбилейной конференции, посвящённой 110-летию со дня рождения Бориса Николаевича Абрамова, мы рассказывали о попытках Бориса Николаевича обосноваться в Новосибирске, Подмосковье, Венёве, Киеве. Все эти переезды были вызваны одним – стремлением Бориса Николаевича облегчить участь жены, страдавшей от малейшего шума. С 1961 года Абрамовы живут в городе Венёве Тульской области. 21 февраля 1962 года состоялся их переезд в Киев. Переезд неожиданный не только для Натальи Дмитриевны, которая была посвящена во многие детали их жизни, но, похоже, и для них самих. Борис Николаевич написал об этом коротко. «Пришлось уехать из-за радио и телевизора, который над больной Ниной Ивановной бубнил целый день, доведя её до бессонницы, потери аппетита и так далее. Он говорит о звуках, которые через перегородки, фанерные перегородки доносились от соседей». И дальше. «Да, кажется, и пришло то, о чём мы с вами мечтали. Устроимся? Напишу». Из письма Нины Ивановны о том же. «Дорогой мой друг, начала вам писать в Венёве, а заканчиваю в Киеве. Вы, конечно, будете очень удивлены этим обстоятельствам, но вот уже полторы недели, как мы здесь живём. Всё прошло молниеносно. Как вы знаете, я болела всю эту зиму и потеряла совсем аппетит, не хотела ни пить, ни есть, плохо спала. Друзья боялись за мою жизнь и приехали, и срочно меня увезли. К тому же это было желание нашей любимой». Слово «любимой», как мы понимаем, Нина Ивановна пишет с заглавной буквы. «Любимые», «дорогие», под этими определительными фигурируют рерихи. Разъяснение относительно последних слов находим в записи Бориса Николаевича, принявшего сообщение от матери Агни-йоги 16 февраля этого же 1962 года, то есть за пять дней до их отъезда в Киев. «Прилагаю внимание и заботу к тому, чтобы ваш переезд состоялся. У нас планы большие, вы в них входите неотъемлемой частью. Значимость свою можете понять и определить по почти полному отсутствию носителей знания. Поддержано будет каждое целесообразное начинание яро». Тяжело даются попытки обустроиться. Оставив Нину Ивановну одну в Киеве, Борис Николаевич возвращается в Венёв, чтобы отправить контейнер с необходимыми для жизни вещами, ведь переезд был действительно молниеносным. «Трудно ему пришлось с отправкой и укладкой вещей», пишет Нина Ивановна. «Он, бедный, переутомился и на обратном пути в дороге заболел. Вернулся домой больным, и ему был предписан покой». Да, всё в наши годы не так-то просто и сказывается на здоровье. О предписании покоя Борису Николаевичу читаем в сообщении, которое он получил 4 марта 1962 года. «Во всём помогали, до мелочей. Хвалю за исполнение указаний. Шёл на пределе всех своих физических сил, но сломиться не дали. Нужен покой, полный и длительный». В это время Борису Николаевичу было около 65 лет. Сложностей не становилось меньше. Нина Ивановна пишет, что Борис Николаевич прихварывал весь март и что весной надо будет вновь переезжать. Полагаю, что переезд будет где-то в этих же местах. Траты оказались очень значительными. Пенсию Борис Николаевич мог получать только после прописки по новому месту жительства. И они жили на то, что ликвидировали, как написала Нина Ивановна, некоторые вещи. Наталья Дмитриевна немедленно отправляет денежный перевод в Киев. В ответ Нина Ивановна пишет, «Дорогой мой друг, не успели ещё отправить вам открытку, как получили от вас письмо и перевод. Забота ваша нас очень тронула, но ведь и вам самой нужна каждая копейка, а вам придётся ждать, когда она вернётся». Из письма Бориса Николаевича от 19 июня этого же года мы узнаём финал этой истории. Через четыре месяца мытарств они вынуждены были вернуться в Венёв. За два дня до написания этого письма Борис Николаевич записывает слова учителя. «Извлечём опыт полезный из самых тяжёлых и трудных явлений нашего существования на Земле. Если не извлечём, он повторится, но в ещё более трудных условиях. Только усвоение опыта избавляет от его повторения. Сознательное к нему отношение кармически освобождает дух от уже пройденной ступени. Из опыта надо выжать всё, каждую полезную крупицу. Всё надо продумать до конца и понять смысл и цель того испытания, которое было допущено свыше. Если цель данной ступени – познание человека, то и полученный опыт постижения природы людской должен быть осмыслен аналитически и детально, чтобы в будущем уже не допустить совершённых ошибок». По прошествии двух лет в письме от 13 сентября 1964 года Борис Николаевич скажет о людях, причастных к этой истории. «Меня жестоко подвели своей рекомендацией благодетеля» – это слово он берёт в кавычки. «К вопросу о моей осторожности, то есть о доверии к людям, возвращаться больше не будем. Вот раз поверил по-настоящему, и меня обманули во всём, что наобещали. А ведь нам так легко было помочь, так как это не стоило им никаких расходов». Такой ценой давался опыт. Не будем сейчас останавливаться на легкомыслии друзей, с чьей подачей была предпринята эта попытка переезда, осложнившая и без того тяжёлое положение семьи Абрамовых. Сейчас не об этом речь. «Подошла зима. Чтобы вам не было так грустно своё положение, пишет Нина Ивановна, скажу несколько слов о нашей жизни. В этом году выдалась небывало суровая зима, и с Николина дня начались у нас морозы. Иногда градусник доходил до 36. Нашу хату натопить было невозможно, несмотря на огромное количество дров. Нам пришлось срочно покупать ещё 5 кубометров. Вы ведь ещё помните, какое количество дров у нас было закоплено летом и распилено самим Борисом Николаевичем. Теперь ему пришлось пилить при 30-градусном морозе, чтобы сырые дрова мешать с сухими. Трудная выпала на нашу долю зима. Борис Николаевич от непосильной работы время от времени хворает. А что сделаешь? Снегу такая масса, как никогда, и с ним ведь тоже немало работы. Вот так и развлекаемся. Менее чем через два года Борис Николаевич сообщает. У нас новый адрес. Улица Карла Маркса, дом 12, квартира 1. Пока состояние Нины Ивановны позволяет ненадолго оставлять её, Борис Николаевич имеет возможность вырваться в Москву. Он рассказывает Наталье Дмитриевне, что ездил туда на выставку по случаю юбилейной даты. Мы понимаем, что речь идёт о праздновании 90-летия Николая Константиновича Рериха. И очень вскользь замечает. С квартирой мы всё ещё благоустраиваемся. Сложил сам печку, и холод уже не так страшен. Летом 1965 года Абрамовы поселяются по адресу улица Советская, 13. Это был последний адрес, по которому Борис Николаевич жил в Венёве. Вскоре он напишет. Запорхался с бытовыми деталями, да и Нина Ивановна чувствовала себя очень неважно ввиду возросшего шума машин. Мечется по квартире в поисках угла, где звучание тише. Бегаю в хлопотах о перемене, но подходящего ничего найти не могу. Найду ли – не знаю, но надо найти. По мне всё бы ничего, а вот её беспокоит каждый шум. Переезд на новую квартиру, видимо, потребовал всю мою 70-летнюю энергию. Из письма от 30 января 1965 года. Написал бы что-нибудь повеселее, но у самого на душе не весело. Трудно смотреть, как мучается близкий человек и чувствовать свою беспомощность. Сколько труда было приложено, чтобы устроить её, то есть Нину Ивановну, здесь или там по-человечески, и все труды завершились сердечным припадком и зависимостью новой от соизволения любителей телевизоров и нежелания их слушать с нормальной громкостью. Трудность положения Бориса Николаевича была не только в этом. На нём лежали решительно все, как мы понимаем, совершенно чуждые ему работы, которые были необходимы в частном доме. Он говорит об этом вскользь, просто констатируя факты. Рыбалка отходит на задний план. Жаль, лето кончается. Уже было минус два утром. Это октябрь 1967. Пришлось самому белить тамбур. Выполнил это без всякого энтузиазма, равно как выполняю картофельную, овощную и всю прочую нагрузку. И переходит к главному, цитируя слова учителя. Поистине не можете пожаловаться, что школа жизни плоха и не даёт достаточно материала для изучения, освоения и опыта. Неразумный будет огорчаться, сетовать и являть недовольство, но мудрый порадуется тому, что ускоряются возможности его продвижения именно благодаря этим отягощениям. В конце 1967 года, поздравляя Наталью Дмитриевну «С Новым годом», он пишет. «Вы теперь убедились на собственном опыте, что по пенсионерам положение работы ещё больше, чем на службе. На службе вы хоть отдыхали от хозяйских забот и хлопот. Теперь же отдыха нет, надо крутиться целый день». Это Наталья Дмитриевна. И дальше. «Добавьте к этому печей, колку дров, носку воды и газ в холодном тамбуре и отсутствие того, что хотелось бы купить, и вы получите полное представление о моей занятости бытом. Пишу об этом потому, что вполне понимаю ваше положение». Между тем, положение у Натальи Дмитриевны в связи с болезнью матери становится очень тяжёлым, что чувствует Борис Николаевич. «Дорогая Ната, в ожидании, когда вы соберётесь с настроением, чтобы написать мне, я написал вам очень ругательное письмо, так как чувствовал, что у вас дома весьма неблагополучно, а также и то, что ваше внутреннее состояние мешало вам писать. Но, получив ваше последнее письмо с исчерпывающими подробностями о тяжкой болезни вашей матери, решил написать уже другое, менее ругательное. Но должен вам сказать, что вам всё же следовало сообщить мне о том трудном положении, в котором вы оказались. Ухаживать за такой тяжко больной, конечно, весьма и весьма нелегко. Конец есть, и кто знает, может быть, он гораздо ближе, чем вы думаете. Это во-первых. Во-вторых, вы верно ощутили железную хватку судьбы, от которой нельзя освободиться. Мы с Ниной Ивановной чувствуем это очень часто. Когда мы переехали на эту квартиру, к соседке пришла женщина, желающая обменять свой маленький, отдельный домик на нашу квартиру, но соседка нам об этом не сказала. Судьба не хотела облегчить долю Нины Ивановны. Из писем видна схожесть условий жизни у Бориса Николаевича с женой и у Натальи Дмитриевны с матерью. Фрагмент письма, написанного в конце 1969 года. Отвечая Наталье Дмитриевне, он говорит, слово «безысходность» не совсем точно выражает ваше положение. «Правильно было бы определить как железную руку судьбы, которая не отпустит, пока не закончены с нею расчёты», вновь подчёркивает Борис Николаевич. Это касается как вас, так и нас. Мы тоже чувствуем резко эту невозможность изменить создавшиеся положения. Вы прикованы к больной матери, я же не могу оставить больную Нину Ивановну. Но в этой схожести есть и утешение. Оно в том, что, видимо, надо пройти именно через определённые условия и именно побыть под домокловым мечом как чужой грубости и бессердечности, так и пройти через горнила собственных переживаний, и при том не теряя равновесия, что самое трудное. Так как, казалось бы, человек, будучи терзаем обстоятельствами, имеет право на то, чтобы переживать, расстраиваться и хворать. Вы всё же пишите чаще. Будет легче. Ведь до вас, кроме нас, нет никому никакого дела. Все бесконечно равнодушны, а мы всё-таки искренне посочувствуем, так как сами переживаем то же самое. Когда сюда, в эту нашу квартиру, приехали, было одно радио, потом появилось другое, за другой стеной, потом баян справа за одной, потом второй за другой, потом телевизор сперва за одной, потом за другой, потом ребёнок сперва за одной, потом за другой, и ещё что-то, чего и не знаем. Словом, судьба озаботилась полностью. Не знаем, когда и за какой стеной находится очередное терзание. Вот то же самое и у вас. Трудно мириться с болями, причиняемыми жизнью и болезнями, но и через это приходится проходить. Подытоживая эту тему, Борис Николаевич посылает Наталье Дмитриевне запись, принятую от Матери Агне-йоги 27 декабря 1969 года. Никакие достижения не освобождают от уплаты прежних долгов. Это следует твёрдо запомнить и не сетовать на судьбу, и не возмущаться, когда приходится погашать старую задолженность. Освобождение наступает тотчас же, как только уплата произведена. С судьбою, с кармой совершенно бесполезно бороться. Сами испытали на себе, что все попытки избавиться от тех или иных нежелательных внешних условий снова неумолимо приводили к ним же опять, и желанного облегчения не получалось, хотя и было приложено к тому очень много усилий и затрачено много энергии. Великое терпение и стойкость нужны, а также мудрость, чтобы спокойно и в равновесии выдерживать течение судьбы. «Безысходность – это кажущиеся», укрепляет Борис Николаевич Наталью Дмитриевну. «Выход к верху всегда остается открытым. Важно понять, что вспять пути нет, и что рано или поздно кончается все. Потерпите, соберите силенки. Хорошо приходить в восхищение, когда все хорошо, но только в трудностях определяется истинный характер человека. Кампанелло всю жизнь почти просидел в темнице, и его вдобавок еще пытали. Выдержал все и написал бессмертную книгу «Город солнца». Претерпел до конца и не сломился. Вот если представить себе обстоятельства много худшие ваших, то и ваши не покажутся вам такими уж трудными и безысходными. А насчет наших мучений шумами неудивительно, что было приложено к тому немало стараний. А старателей жаль. Куда они пойдут? И к кому, когда жить станет, им здесь нечем? А на Сатурне неинтересно и некого будет терзать. Борис Николаевич имеет в виду конкретных соседей, которые специально устраивали это, считая, что вот иностранцы приехали и капризничают. Когда будут опубликованы письма, вы это все прочтете. Продолжение письма. Невеселые письма можете продолжать писать, но в уверенности твердой и несломимой, что придет время, и они станут веселыми. Помните слова. В мире будете иметь скорбь. Далее Борис Николаевич приводит отрывок из полученного сообщения, касающегося обсуждаемого вопроса. Все сильные сознания имеют трудную судьбу, ибо эти трудности служат ступеньками расширения сознания. Так выковывается несломимость характера и нужные качества. Выковывать их сознательно и упорно и постоянно склонны только немногие. из письма от 8 октября 1971 года. Мы живем уже совсем по-стариковски. У нас зима. Сперва была гнилая, сегодня подморозило. Живем и надеемся на то, что наша личная жизнь все же изменится, несмотря на то, что внешних причин для этого нет никаких. Но без надежды нельзя. Вот она и крепнет. В августе хворал. Было скучно это делать, но ведь восьмой уже десяток. Дочитал замечательный роман Константина Симонова «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются. Последнее лето». Думаю, что это произведения классические. Как видим, спокойно и коротко, как констатацию факта, Борис Николаевич описывает течение внешней стороны его жизни. Но в любых условиях его работа по получению текстов идет не прерываясь. Он записывает слова учителя о грядущих изменениях планетных условий, об объединении миров, которое вскоре станет реальностью, о силе огненной мощи человека и многом-многом другом. Все это мы имеем возможность изучать сейчас. Запись Бориса Николаевича от 13 октября 1971 года. «Трудность учения в том, что все должно быть применено на практике. А что нелегко и непросто, то требует больших накоплений. Если же их нет, нужны время, устремление и самоотверженный труд над собою. Но в смысле житейском результаты труда преимуществ земных не приносят. Кто же из забывателей захочет всю жизнь гоняться за синей птицей? Можно представить себе жизнь йога-отшельника. Какое бессмысленное существование с точки зрения бизнесмена. Так все отношение ученика к жизни изменяется в корне. В этом земное и надземное не согласуется. И то, что хорошо в жизни обычной, может оказаться убийственным для жизни духа». В конце января 1972 года, то есть в год ухода Бориса Николаевича, Наталья Дмитриевна получила письмо, в котором он говорил. «Дорогая НАТО, продолжаем болеть вот уже целый месяц. Я постепенно выкарабкиваюсь из когтей нашего страшного гриппа. А вот Нина Ивановна чувствует себя совсем плохо, лежит пластом и очень мучается с горлом». Борис Николаевич просит Наталью Дмитриевну сказать об их беде общим знакомым, которые, как он пишет, далее цитата, «Все посылают поздравления и желают нам счастья, что звучит чуть ли не насмешкой над нашим фактическим состоянием». Помните слова «Когда стоите у стены плача?» Вот мы и стоим, в общем, все эти тяжкие годы. Стоите и вы. Ярое идет познание сердец человеческих. Нашлись добрые люди и помогали даже разжечь печку, когда я лежал с температурой 40 градусов, совершенно беспомощной. «Наш грипп необычный», говорят, «какой-то особый». «Считаю таким же тяжким, как Тиф». Был смертельный случай. Один 30-летний инженер сгорел за шесть дней, и я в начале болезни даже подумал, уж не конец ли приходит. Так было тяжко и мучительно. В ответ ясная мысль. Готовьтесь к жизни. В общем же, трудно нам очень. Старые, беспомощные и без всяких удобств. Это даже представить трудно. Многое вспомнилось. Вспомнилось, как тяжело болели наши дорогие. Но, как сказано было, нет худа без добра. Для сознания многое как бы стало яснее и поставлены точки над «и». У нас, как назло, стоят страшные морозы до 30, не натопишь. А мы все продолжаем получать письма с пожеланиями счастья и так далее, словно ирония над нашей бедою. За дни болезни пересмотрел свою жизнь. Ни за что внешне ухватиться нельзя. Все прошло без следа. А ведь было так реально и навязчиво. строки из письма, написанного Натальей Дмитриевне 5 апреля 1972 года. «Судьба, лишая одного, возмещает старицей другим, и это другое уже ни за что не променяешь на то, чего лишила судьба. Но все же было бы веселее, если бы близкие были около». Такое он мог написать только Наталье Дмитриевне. Они очень стремились жить рядом. «Чую, что вы дошли до точки с болезнью матери и своими. Но держитесь, судьба часто больно бьет тех, кого любят. Парадокс, но это так». Состояние здоровья матери Натальи Дмитриевны совершенно исключало возможность покидать ее. И в последние четыре года жизни Бориса Николаевича Наталья Дмитриевна не могла приезжать в Венев, как это было раньше. Между тем, земная жизнь Бориса Николаевича Абрамова подошла к концу. 5 сентября 1972 года, в день своего ухода, среди текстов, которые он принял, есть такие слова. «Когда слишком уж тяжко, надо просто переждать время, зная, что изменятся токи, и можно будет дышать». Самотекучесть момента указывает на то, что неизбежно это изменение пространственных токов, давящих на сознание. Дыхание, о котором сказала Матерь Агни-йоги, Борис Николаевич в этот день обрел уже в надземном пространстве. Из письма Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого от 19 сентября 1972 года. Дорогая Наталья Дмитриевна, с глубокой скорбью узнали мы о внезапной кончине Бориса Николаевича. Для меня это известие было тем более неожиданно, что всего две недели назад, 25 августа, я был у Бориса Николаевича и порадовался его хорошему виду, бодрости. Казалось, все последствия зимнего гриппа изгладились, как всегда, много толковали о будущем. И Борис Николаевич говорил мне, «Ну, я еще долго буду жить». Эта уверенность была у него постоянно. Правда, после зимней болезни, когда они оба были на грани смерти, у меня все время было какое-то скрытое беспокойство об их судьбе. Но думалось, что опасность подстерегает их в холодные, суровые зимние дни, а отнюдь не в эти теплые, ясные дни осени. Последний путь был краток. Вы знаете, наверное, Белую Церковь и кладбище около рынка. Это всего около десяти минут ходьбы от их дома. Под могилу отвели прекрасное место, близко от алтаря церкви и около ограды. Был бледный осенний день, тускло светило солнце. Сельской тишиной повеяло от этой, только еще закрывшейся могилы, с одной стороны, овеянной тенью от клёна, с другой, окруженной кустами сирени и акаций. Этот маленький, захудалый городок, который я полюбил благодаря Борису Николаевичу, отдал ему последнюю дань и предоставил, может быть, лучшее, что имел, тишину сельского кладбища. Фрагмент из письма Лидии Васильевны, жены Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого, от 15 сентября 1972 года. Дорогая Наталья Дмитриевна, часто мысленно к вам обращаемся, особенно теперь, когда неожиданно, так неожиданно ушел Борис Николаевич. Это весь поразило нас своей невероятной неожиданностью. Зимой Борис Николаевич сильно болел азиатским гриппом с высокой температурой. Лето было ужасное, засуха и какая-то небывалая жара доходила до 36 градусов. Борису Николаевичу приходилось поливать огород, носить воду из колонки. Затем он наготовил много чудесных березовых дров, но сам один пилил и колол, надорвал сердце. Прежде он нанимал. Пожилая соседка приходила и раньше топить печь, теперь тоже обещала. Борис Николаевич давал уроки английского языка. Вот так отрывочные сведения от волнения этой женщины. Это тоже было подспорьем. Все это очень-очень грустно. Борис Николаевич записал, что поле боя оставить нельзя. Значит, волны тяжких пространственных токов и удары стихий надо силы найти, встретить мужественно и спокойно. Разновесию противопоставляется равновесие, тьме, свет, безнадежности момента, несломимая вера в конечную победу света над злом. Закончим первую часть сообщения стихотворением, написанным Юлией Стройновой под впечатлением от этой записи Бориса Николаевича Абрамова. Поле боя оставить нельзя. Безнадежность момента лишь майя. Нужно силы все духа собрать и идти напролом, тьму сражая. Наша вера в победу над злом, устремление ярое к свету, несломимую стойкость дает. Мы идем, и за нами победа. Спасибо.